Всем привет, с вами Атом, и сегодня мы поговорим о танках Hertzfiren 4, говорим про шаблоны, про сами танки, про их использование, потому что очень часто вижу вопросы, имеет ли смысл строить тяжелые танки, ну а то не забывай подписываться и также оставлять свои комментарии. Приятного просмотра. И начнем само собой с легких. Что он у нас может и когда он может? Первостепенная его польза это поставить его в доп роту в качестве разведтанка, либо в качестве ВДВшного разведтанка. По орудию в него ставится по факту либо вот это орудие, либо скорострельная пушка, все зависит от ваших задач. Если вы войдете против техники, вам надо бронебойность, разумеется ставите скорострельную. Неплохая харда, бронебойность хоть какая-то в ту же пехоту поставить будет дополнительно недурно. Ну и во многих случаях вам больше всего пригодится именно непосредственная поддержка, наиболее хорошая противопехотная атака для легкого танка. В первых этапах игры можно спокойно использовать легкие танки, где-то до года 40-го даже вполне, а то и даже всю игру, если в одиночке играете, вообще без проблем. Ну разумеется они со временем будут устаревать, будет появляться снаряжение более новое, и статов будет крайне сильно не хватать. По башне ставите самую лучшую, тут конечно же вам дается прорыв, но стоимость тоже выше, поэтому тут иногда можно на это посмотреть, но лучше все-таки поставить получше, так как прорыв не самый гигантский. Если у вас первая доктрина, еще можно пренебречь. По фиксированной надстройке я бы не стал ставить, потому что ну вы с ней поставите любую среднюю пушку, но при этом вы не сможете его сохранить как легкий танк, он у вас будет определенно либо САУ, либо ПТшкой. САУ это точно противопоказанная, это шляпа, видите у нас все технологии прокачаны, и там всего лишь 20% бонус к атаке, а ширина фронта становится у танков 3, при этом вы теряете весь прорыв, в общем туфта полная. Ставить среднее орудие, то уж ставьте это в средний танк, потому что тот же легкий танк он не намного дешевле, чем средний, особенно если его делать таким набитым всем подряд. По радиусу, ну стоимость единственная очень сильно растет, то есть вот в случае легкого танка, ну не сказал бы, что сильно рационально, но опять же у вас к моменту изучения вот этого радио танки уже легкие будут не сильно актуальны, есть только в допке, поэтому тут уже на ваш выбор. Безусловно на первой радейке у вас будут они прилично дешевле. Многие до сих пор задаются вопросом, а как приобретать игры или пополнять свой стим? И тут вам на помощь придет сервис Купикод. На сайте Купикод ты найдешь самую низкую комиссию на рынке. В разделе недоступная в РФ собраны игры, которые нельзя найти в магазине стима, но благодаря Купикоду их можно получить на свой аккаунт и не нужно будет париться с новым аккаунтом. Также по моему промокоду комиссия на пополнение стима снижается на 2% и дается также скидка в 10% на покупку игр гифтом. Купикод это больше чем сервис пополнения, Купикод это игровая система. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Пополнение стима здесь происходит просто дешево и безопасно. Для этого вам достаточно ввести свой логин, ввести промокод и применить и нажать оплатить. Сервис не будет запрашивать у вас ни паролей, ни других данных от аккаунта, только логин который нужно пополнить, поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. Для зарегистрированных пользователей же будет действовать кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также через Купикод можно пополнить и казахстанские аккаунты. Ну и также другие регионы стима, Турция, Казахстан, Аргентина и другие по выгодным ценам. Но безусловно Купикод крайне выгодный сервис, который вам поможет сэкономить, ну и достаточно просто получить желаемое. А также на данный момент на Купикоде проходит розыгрыш Купилиард, получая билеты и выигрывая среди 57 призов. Где ты можешь просто пополнив стим, в итоге выиграть стимдек. Покупая игры или пополняя свой стим с помощью Купикод по ссылочке в описании. Вот это вспомогательное орудие. Тяжелый пулемет у нас это самый такой объективно полезный модуль, потому что повышает достаточно хорошо противопехотную атаку. Стоимость у него, ну, такая терпимая. Альтернатива у него это малая пушка. Дает немножко больше противопехотной атаки, также добавляет прорыв и добавляет еще противотанковую атаку. Стоимость у него в два раза больше, еще режет надежность. В мультиплеере вам часто может пригодиться вот эта штука. И в итоге этот модуль может вам помочь сделать танки ваши гораздо мощнее. У танков разного калибра, так скажем, будет разное количество вот этих орудий. У среднего их два можно поставить, у тяжелого три слота можно забить. Ну, с вертежа вообще все. Но, опять же, есть полезные модули, это особые. Один из очень полезнейших это бочка с топливом. Стоимость у него достаточно большая, но толк огромный на самом деле. Достаточно одного модуля, и у вас просто в дивизии появится запас топлива, за счет чего вы сможете дальше проехать. В некоторых моментах, где у вас не пробиться из-за снабжения, вы можете заправить танки там, где есть снабжение, подвести их там, где особо его нету. И успеть, пока у вас есть топливо в танках, пробиться. Если не ставить этот модуль, будет мало топлива, и достаточно быстро оно будет заканчиваться. Пулеметы. Очень такой, я бы сказал, спорный модуль, потому что дает он мало объективно. Стоимость 0.5, конечно, не катастрофа, но как-то поставить можно, если вам нечего ставить, безусловно. Все, что дает вам броню, это, безусловно, эффективно, если вас не будут пробивать. Все до момента того, как вас начнут пробивать. Как только вас начинают пробивать, это потраченные просто в мусорку ресурсы. То же самое там с наклонной броней, это просто удорожание танка дикое. Автозарядник появляется очень поздно, дает у нас прорыв в защиту. Ну, иногда может пригодиться, если вам прорыва не хватает. Бульдозерный отвал дает вам укрепленность вашего батальона. Иногда может сыграть, конечно, но это в обороне, когда вы окопаетесь. Я бы не стал это ставить. Танки в первую очередь для атаки сделаны. Какая нахер укрепленность. Простота в обслуживании появляется у нас после изучения ремонтной роты второй. Можно ставить более чем, особенно если у вас надежностью не самые хорошие числа. Хранилище боеприпасов уменьшает надежность. Добавляет вам другие немножко параметры, но такое. Домовые установки, аналогично с предыдущими вот этими модулями. Конусный адаптер. Очень редко, но может вам вполне пригодиться. Особенно в каких-нибудь ПТшках. ПТшки, ну сами по себе имеют много бронебойности. Но вы можете за счет этого еще дополнительно им увеличить. В основном этот модуль не нужен. Стабилизатор дает много прорыва. Стоимость у него тоже два молотка, это прилично. Ну и влажное хранилище припасов. Очень хорошая вещь, особенно на старте игры. Так как надежности у вас мало, чтобы танки не так сильно дохли. Вообще офигенная тема. Ну и последнее, что у нас есть. Устройство для плавания. Дает вам возможность сделать танк плавающим. Словно вы теряете надежность. У вас прилично так и растет стоимость самого танка. Но, благодаря тому, что вы ставите его и делаете плавающим. Вы в перспективе можете получить лучший танк в игре. Который только возможен. Так как сейчас на данный момент самые сильные танки. Это по факту тяжелые плавающие. Супер длительной игре. Давайте так выражаться. Для этого надо большую промышленность. Также у нас есть модуль огнеметный. Но огнемет, если и ставить, и делать огнеметные танки. Давайте это уберем, чтобы сделать его можно было. Делайте огнеметные танки. Делайте их на базе среднего корпуса. Куда бедно, статы будут. Иногда они могут вам пригодиться. Особенно, если вы эти танки поставите в пехоту. Ставьте огнеметные танки, то только на средних. Потому что у них самые хорошие бонусы. И другие просто нет смысла строить. Даже на межвоенном шасси вы можете их спокойно настроить. И будете довольны. У легкого танка есть преимущество над другими. Ну как преимущество. Я бы сказал, это такой нюанс. Мы можем поставить колесный ход. За счет чего сильно удешевить танк. Но мы потеряем долю техники. Которая, по сути, это основа танка. Чем больше у вас доля техники, тем меньше по вам урона будет влетать. Вот вражеской пехоты. Противопехотные, безусловно, атаки. Вам будет меньше влетать. Но, если вы ставите легкий танк в доп роты. Вам пофиг абсолютно на эту характеристику. Потому что там она не дается. Если у вас танки в линии, разумеется, лучше так не делать. Потому что доля техники реально нужна. По броне я до этого уже все говорил. Вложения свои не оправдывает в основном. Если вы прям в супер длительной игре. Безусловно, в броню упороться можно. Но, а кто сказал, что вас не пробьют. Тогда ваше вложение будет идти впустую в основном. По движкам. Иногда бывает такой момент, что выгодно здесь поставить надежность. А здесь поставить вот эту скорость. Движок качаем по возможности. Сильно тоже упороться в него смысла нет. Опять же, это надо прокачать. Исследования. По броне всегда качайте 4 ячейки. Вам это дает неплохое количество прорыва. Вот давайте пересохраним танк. И уберем. Мы потеряли 12 прорыва. Это реально приличное такое количество. Хотя мы по факту почти ничего не вложили в танк. Немножко дороже стал. Немножко меньше надежности. Дальше у вас идет плюс 1 единица стали. Поэтому дальше уже только если у вас зажравшаяся страна по стали. Еще можно себе позволить вполне. Про КБшки мы уже поговорим позднее. Переходим к танку, который будет самым массовым на полях боев. Это разумеется средние. Которые у вас будут использоваться постоянно. Так как это цена КПД максимально эффективна. На среднем танке. Если вы играете в одиночке. Без всяких эксперт АИ и так далее. Вам пригодится средняя гаубица. Ставите вообще ничего не думаете. Вместе ботов. Потому что у них только пехота. Только так. В некоторых случаях может пригодиться средняя пушка. Она дает достаточно неплохое количество и противопехотной атаки. И противотанковой. И бронебойности. Что-то среднее между гаубицей и скорострельной пушкой. Скорострельная же пушка дает максимальную бронебойность. И больше противотанковой атаки. То есть если вы воюете против вражеских танков. Против людей допустим. Реактивную установку вообще забудьте. А зенитное орудие. Ну оно дает достаточно мало атаки на самом деле. Вот у нас при максимальной прокачке она дает 46 атаки. На минуточку если мы поставим мото ПВО. У нас будет воздушная атака 41. Притом она занимает единицу ширины фронта. Мы их можем поставить 2. И будет уже 83 атаки. А это взамен на одну ЗСУшку. Поэтому ЗСУ я бы не стал это сделать. Но есть некоторые концептуальные страты. Как делать щиток себе. За счет ЗСУшки. Но опять же статов у вас в плане атаки не появляется особых. Также можно поставить тяжелое орудие. Если поставить эстетическую башню. Но не всегда бы я это советовал делать. Если только не хотите какую-нибудь ПТшку сделать. Тогда еще я пойму. Но и то вы можете оставить среднюю скорострелку. Скорострелку. И поставить просто ему противотанковый. Вы в прорыве в том же почти ничего не потеряете. Статы вы себе поднимите достаточно неплохо. Тяжелый же танк. В любом случае лучший танк. Который есть в игре. Но очень поздно он становится таким. Потому что он становится таким. Только за счет тяжелых пушек. Вот этих вот. Третья скорострелина и третья тяжелая. Но еще гаубица конечно же. Дает очень много противоприходной атаки. Но это появляется крайне поздно. Редко когда до этого вообще кто-либо доигрывает. В итоге у вас метовый танк. По факту это вот плавающий тяжелый на третьих пушках. Ну и разумеется со вкачанной броней. Если вы вообще сможете позволить. Но тут уже надежность начинает страдать. Разумеется. Если не так. То начинает страдать скорость. А в чем же прикол плавающих танков. Вы спросите меня. А знаете за счет чего? У нас есть во-первых. Доктрина спецвойск. Сейчас вкачаны все. Это из research all. На любой стране можно вкачать две доктрины спецвойск. За счет чего вы можете получить 20% к атаке спецвойск. Это работает на плавающей танке тоже. Плюсом. Вы можете себе сделать так же советника на спецвойска. Параллельно поставить танкиста. И у вас это все будет стакаться на плавающем танке. А если вы еще и изучите ЛВСы. Ну плавающие механы. Поставить их в линию вместо метаризации или механов. У вас тоже на них будет работать бонус от спецвойск. В итоге у вас может получиться плюс 30% дополнительной атаки. Но это дороже. Но это поздно. Поэтому тут все ограничивается этим. Также есть плавающий танк. Именно он просто вот плавающий танк. Он по сути это легкий танк. Использовать я его вообще не рекомендую. Изучите винт. И тогда уже делайте какие-то плавающие танки. Лучше сделать какой-то средний танк. И морпехов добавьте. Ну свертяжи вообще забудьте. Бесполезные танки абсолютно. Во-первых почему? Потому что их в линию вообще никак не поставить. Здесь они просто отсутствуют. Абсолютно их занесли только сюда. А посмотрите на их дебафы. То есть раньше свертяжи хоть какой-то смысл могли иметь. Сейчас же ты один поставишь. Ты уже как бы. А зачем? А по корпусам же танков. На старых корпусах вам может просто начать не хватать надежности элементарной. Из-за этого придется качать более новые танки. Ну и поговорим про шаблон самих танков. По ширине фронта давайте. От 30 до 35. Основные боевые действия в игре вообще происходят. Это равнины и леса. Ну и пустыни иногда. То есть в лесах у нас ширина фронта 60. В равнинах 70. То есть 35-ки идеально входят в равнину. 30-ки идеально входят в леса. То есть в этом диапазоне вы можете делать. И у вас будут штрафы маленькие на леса. 32-34 ширины фронта. Количество моторизации механов. На старте игры у вас их будет 8 или 7. Потому что у вас будет мало организации. Это только за счет доктрины у вас появятся эти параметры. Если вы их уменьшаете количество. У вас падает прочность. За счет чего порой повышаются очень сильные потери. И это очень невыгодно. Требиться надо к механизированной пехоте. Это дороже. Но эффективно очень сильно. Потому что у вас повышается доля техники. Вот у нас сейчас 62. М1. Стоимость 65. То есть соответственно если мы все поставим. Будет очень хорошая доля техники. Дает доля техники. Она впитывает в себя противотанковый урон. Доля пехоты соответственно у нас впихивает в себя противопехотный урон. Все логично. И по факту в шаблоне меняете просто на средние танки. На тяжелые танки. И как альтернатива поменять танк. Если у вас слабо с авиацией. Это поставить мод ПВО. Также в игре существуют современные танки. Использовать я их не сильно бы советовал. Потому что да в них можно поставить пушки тяжелые. На их базе вам не поставить никакой модуль. Вот этот вот. Эти модули могут дать вам 8 атаки. Во вторых на современном танке вам винт. Вот этот не поставить. Они появляются очень поздно. Единственное у них преимущество это больше скорости. Немножко дешевле чем тяжелые танки. В начале игры вам стоит вместо саперки поставить инженерную роту. Когда же у вас саперка полностью вкачана. Она в принципе даже лучше. Смотрите на бонусы. Что вам надо. Что вам дается. На старте инженеры полезнее чем саперы. Разведывательный танк. Либо десантная бронетехника. Она не дает вам бонуса такого как вот этот разведывательный. Тут дается плюс 10 противотанковой атаки. Если же вам эта противотанковая не нужна. Ставите десантную. Она больше сама по себе статов имеет. Логистика одна из самых нужных род для танков. Все таки потребление очень сильно снизить. Вам поможет. И дольше будете ездить. Дальше проедете. Также если позволяет ситуация. Я посоветовал бы ставить ПТшки. Несколько батальонов ПТшек. Вы можете спокойно ставить. Особенно если у вас открыты вот эти слоты. Вот в данный момент мы можем поставить ПТшку. Ну условно это ПТшка. Затронем конструкторское бюро для танков. Наилучшим конструкторским бюро является конструктор пехотных танков. За счет чего? За счет диких бонусов ко всему. У него и к статам бонусы добротные. И к производству у него просто колоссальные. Максимальная эффективность, разгон, стоимость производства. Также статы вам тоже тут можно получить. Те же средние танки тут себя чувствуют тоже более-менее комфортно. Как хорошая альтернатива существует КБшка стандартизированного производства. Она похуже. Но в принципе имеет тоже неплохие бонусы. Та же максимальная эффективность у нее есть. Тот же разгон есть. Итоговый бонус вот тут немножко поменьше. В общем она как конкурент. Но чуть более слабый. Все остальные КБшки абсолютно, они гораздо хуже. Вот такой базированный видос по танкам. Надеюсь вам понравился данный видос. Ну и он был вам полезен. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и пока.